У Андрея Лазового спросим. Андрей, скажите, пожалуйста, что касается оппозиции, особенно той, которая находится в парламенте, как полагаете вы, может ли фракция в парламенте, которая поддерживает, например, решение большинства, решение коалиции, называться оппозиционной априори, в принципе, или нет? Смотрите, моя думка абсолютно неправильная постановка вопроса. Мы, в принципе, я не хочу сейчас никого из присутствующих образить, мы не про это говорим. Мы должны думать не про владу и оппозицию, никто из нас плохой, кто, возможно, хороший. Мы должны думать о том, что болят люди. Например, сегодня на заседании... Андрей, я прошу прощения, вы можете считать вопрос неправильным или неправильную формулировку, но я прошу вас на него ответить, они говорят о чем-то другом, о том, что вас беспокоит. Фракция, которая поддерживает решение большинства, например, особенно судьбоносные реформы. А если это решение нужно для украинской армии, а если это решение нужно для украинской культуры, то почему не может? Значит, может. Пане Тигран, смотрите, я не хочу вас образить, вы очень талановитый журналист, но вы маніпулятивно сейчас формулюете вопрос. Если мы думаем не про то, кто у нас при владе, кто будет, кто из нас в оппозиции, мы должны говорить, если мы думаем про государство, то нужно думать, какие решения. А когда называют себя оппозиционерами и голосуют, например, за увеличение бюджета на прокуратуру, чтобы не вносили подания, как много коллег из разных фракций, которые называют себя оппозиционерами, это как-то противоприродно выглядит. Но когда есть голосование за решения, которые действительно нужны в стране, вы же посмотрите, минимум три оппозиционера и две фракции коалиции, и по части, две группы в парламенте голосуют солидарно за решения, например, нужны для украинской культуры, для украинской армии, что в этом плохом. Я хотел сказать за иначе, за главное. Вот, смотрите, сегодня был, если смотреться на глубокие, важливые речи, потому что добробута украинцев, життя украинцев, будущем нашей страны, или мы ее сохраним, оно не зависит от того, как между собой хорошо сварится кто, кто при владе, кто оппозиции, как те, кто считает себя оппозицией, будут свариться между собой, оно зависит от реальных кроков. Сегодня экономический комитет Верховной Ради нарешті поддерживал исторический законопроект, авторами которого я Олег Ляшко, Виктор Галасюк, Альона Кошелева и другие коллеги законопроекта, и я маю честь быть среди них, законопроекта. Мы из этого добивали очень тривали часы. Законопроект купуй українське, плати українцям, який передбачає пріоритетні умови при держзакупівлях для товарів, вироблених в Украине. Мы сьогодні потрібні захищати, відроджувати национальное виробництво, яке і минула влада, і нинішня просто знищує. Мы сьогодні потрібні працювати всі солидарно, не дивлячись на парт квиток над створением робочих мест. На сьогодні пік безробіття найвищий за 27 років незалежності. Ми сьогодні повинні думати про те, щоб в українців була робота, була зарплата, були впевнені завтрашні дні, щоб люди могли зібрати дітей школи, прогодувати дітей, підтримати старших батьків, а не так, як і сьогодні, а так, як було тривалий час. Бідність знищує нашу державу не менше, ніж зовнішній ворог. І ми знаємо, як це виправити, і наша команда добивається прийняття законів, які потрібні для розвитку економіків. Таких, як заборона на експорт Лісу Кругляк. Така як заборона на експорт Лісу Кругляк. І я хотів подякувати усім депутатам, незалежно від фракції, які це підтримують.